Зоя Александровна хочет оформить дарственную на внучку. Облагается ли это налогами? На вопрос отвечает юрист Ольга Пасынкова. Доходы, получаемые от физических лиц в качестве дарения, налогом не облагаются за исключением дарения недвижимого имущества, акций, транспортных средств, долей в обществах. Если вот эти виды имущества передаются в качестве дарения, тогда налог уплачивается. Но если это имущество передается в качестве дарения между близкими родственниками и членами семьи, то даже такое дарение также налогом облагаться не будет. Поскольку в данном случае у нас дарение происходит между двумя лицами, являющимися близкими родственниками, то есть в данном случае это бабушка и внучка, то в таком случае налог уплачивать не нужно. И наоборот, если, например, недвижимое имущество, транспортные средства, акции передаются как дарение физическим лицам, которые не являются между собой близкими родственниками и членами семьи, то уже в таком случае налог необходимо будет уплатить. Алексей отработал на Кразе 10 лет. Может ли он претендовать на выплату пенсии по горячей сетке? Основания и условия установления досрочной пенсии устанавливаются законом о трудовых пенсиях в Российской Федерации. Если речь идет о том, что мужчина проработал на вредных условиях или в горячих цехах, то в таком случае пенсия будет назначена ему по достижениям возраста 50 лет. И здесь необходимо выполнить два условия для досрочного назначения пенсии. Во-первых, на таких работах, то есть работах с тяжелыми условиями труда или в горячих цехах, человек должен проработать не менее 10 лет, а общий трудовой стаж должен составлять не менее 20 лет. Но только при этом, при выполнении этих условий, действительно лицу будет назначена пенсия, понятно, по достижению 50-летнего возраста пенсия будет назначена досрочно. Если у вас есть юридические вопросы, задавайте их нам по телефону 290-19-90. Мы обязательно найдем на них ответы.